Девушки отдыхают Девушки отдыхают Утилизация отходов производства и потребления Инновационные подходы и технологии Так звучит тема конференции Еще раз будет она в Кирове С 16 по 18 ноября И сегодня об этой конференции Будем говорить с нашими гостями Во-первых, Тамара Шихмина Председатель комиссии по экологии Общественной палаты Кировской области Профессор Вятского госуниверситета И заведующий Лабораторией биомониторинга Дальше будет длинное название Если ошибусь, не обижайтесь Института биологии КОМИ Научного центра Уральского отделения Российской академии наук И Вятского государственного университета Добрый день Надежда Викторовна Сырчина Старший научный сотрудник Лаборатории биомониторинга Института биологии КОМИ Научного центра Уральского отделения РАН Добрый день Добрый день И Светлана Занько Здесь все проще Светлана руководитель Руководитель информационного центра Атомной энергии в Кирове И наша коллега Светлана Добрый день День добрый Вот у нас три человека И каждый из них, как я понимаю Отвечает за какую-то часть Того большого Вот этого научно-популярного Мероприятия, которое будет И мы сейчас по этим частям Пройдемся Там потому что И будет и конференция Одна, и конференция другая И научная игра для школьников И конкурс научных проектов Молодежных То есть мы сейчас постепенно Об этом будем говорить Ну давайте, во-первых Тамара Яковлевна, наверное Напомним, да То есть вот это мероприятие Которое проводится в нашем городе Оно будет проходить уже во второй раз Да, оно действительно будет проходить Второй раз Поскольку в прошлом году Мы проводили форум В этом направлении Ну и в этом году мы проводим Вторую уже всероссийскую Научно-практическую конференцию Но она, в общем-то, будет включать Большой комплекс мероприятий Вы правильно отметили Это будет и конференция по отходам Это будет конференция по биодиагностике Это будет круглый стол по мониторингу Это будет научный конкурс Молодежных проектов Это будет интеллектуальная игра Для студентов Брейнринг Ну и ряд других мероприятий Я особо хотела бы отметить Вот непосредственно, конечно, основу Этой конференции Тему ее Это утилизация отходов производства И потребления инновационной подхода И технологии Конечно, эта конференция Для нас очень на сегодня Важна Поскольку Заявились на нее Очень много представителей Из других городов Вот можно сегодня уже сказать, что Пришло более 40 материалов Публикаций только по этой тематике Более 40 городов Представило себя Значит Для участия в этой конференции Это и даже Иркутск, и Хабаровск, и Красноярск, и Ростов-на-Дону, и Самара И Москва, и Санкт-Петербург, и Казань, и Пермь И четыре как раз еще региона Где будут строиться объекты То есть эко-технопарки Это Удмуртия, Ижевск Это Курган Значит Из Кургана И затем Саратов Ну и наши кировчане То есть практически-то все представлены Особенно Также будет активно представлен Менделеевский университет РХТУ Москва Так что представительство достаточно широкое Какие Все сюда приедут Вот в связи с коронавирусом Естественный вопрос Вопрос, конечно Для нас тоже очень непростой и больной Но мы сразу прорабатываем несколько вариантов То есть мы прорабатываем гибридный вариант То есть кто-то сможет приехать И может принять участие в очном варианте А кто-то в онлайн режиме То есть мы отрабатываем именно гибридный вариант Чтобы те, кто не могут приехать Приняли участие в онлайн формате Вот Ну если даже условно Так будем говорить Что если даже условно Не приедет основная масса вся Все равно мы конференцию будем проводить в онлайн формате Мы имеем такой опыт Мы Значит апрельскую конференцию Проводили точно так же В волной формате И вы знаете Мне даже как-то очень понравилось Мне было очень много звонков После этого Значит Как так вам удалось провести Потому что Из Пяти докладов пленарного заседания У нас выступило девять человек И причем Как раз стали проситься Там Владивосток с докладом Хабаров с докладом Ну как мы могли им отказать Есть возможность подключить людей Из других отдаенных регионов Которые никогда бы до нас не доехали Совершенно верно То есть вот в этом плане Мне даже и понравился вот такой вариант И еще чем хорош Мы стараемся и вот к этой конференции Мы подготовим сборник материалов конференции То есть те доклады Которые к нам поступили Материалы публикации Мы будем публиковать сборник Они у нас все находятся в электронном формате И мы практически до конференции Уже всем участникам Выставляем на сайте конференции Материалы конференции Поэтому даже тот Кто не приедет к нам на конференцию Он будет уже видеть все материалы Которые будут представлены на этой конференции Это очень хорошо Здесь коллеги надо сказать Очень важно Что это ведь сайт не закрытый И поэтому Анна ты начала с того Что научные конференции Высокие какие-то сферы Я сказала, что это как расхед Она абсолютно, конечно, носит И прикладной тоже характер И очень широкой публике Могут быть интересны Эти доклады, которые будут опубликованы На сайте конференции А он уже действует Потому что мы с вами говорим О переработке отходов И промышленных, и бытовых Вот весь этот цикл И все те темы, которые бесконечно Мы сейчас обсуждаем От дошкольных учреждений И наших кухонь До высоких сфер О которых мы сегодня упоминаем Вот по всем этим направлениям Практически будут представлены доклады И это вот как раз тот источник Который стоит использовать Для того, чтобы обсуждать Это вот не домыслы Которые мы любим в соцсетях Выкидывать и потом перетирать Это реальные научные факты Технологии На которых опирается На которые опирается сейчас И национальный проект Экология И наша наука И наша обыденная жизнь И то, что нам должно будет обеспечить Хороший экологический фон И вот нашу задачу По, в конце концов, рециклингу И переработке всего, что мы накопили И производим каждый день Вот как раз мы сейчас Считаем материалы этой конференции И очень приятно, что есть опыт Есть разработки, которые можно использовать Которые можно внедрять Ну, безусловно, не каждый из материалов Может быть, может быть такой уж ценный Но в плане вот рециклинга Или в плане утилизации Или обезвреживания отходов Вот очень много материалов идет По сточным водам А сточные воды Это боль, как говорится, всех предприятий Это загрязнение не только почвы Но, самое главное, водоемов наших всех Поэтому это тоже очень важная проблема И, кстати, на этом предприятии Новом экотехнопарке Планируются тоже, значит, работы По очистке источных вод Поэтому это тоже раздел очень нормальный Ну и самое главное Здесь будет работать Планируется, по крайней мере, 7 секций А секции будут по, как раз, направлениям По направлениям, значит, технологических решений Это и утилизация гальванических шламов Это утилизация батареек Значит, различных трансформаторов, аккумуляторов и так далее Это и утилизация органических отходов Высокотемпературным методом Это и утилизация отходов, содержащих тяжелые металлы Особенно по ртути Есть отдельная линия То есть по всем вот этим направлениям Поступают доклады И очень приятно, я думаю, что и заказчик наш Будет участвовать в этой конференции Значит, услышат тот арсенал Новых методов, технологий Которые имеются в регионах Кроме того, я хотела бы сказать, что Вот цель вот этой конференции Для меня, вот если так спросить Я модератор этой конференции Цель я ставлю такую Все-таки все эти технологии Все эти мероприятия, которые проводятся сегодня в регионах Они должны проводиться на безопасном уровне То есть обеспечение экологической безопасности Окружающей природной среды Здоровья населения и так далее Поэтому не случайно мы включили в программу этой конференции Круглый стол Круглый стол по контролю и мониторингу Окружающей среды, здоровья населения В районе вот таких предприятий Ну вот опыт бывших объектов по уничтожению химического оружия На территории которых проектируются эти Производственно-технологические комплексы По утилизации отходов Конечно, наработан большой И представители этих регионов тоже будут принимать участие И я думаю, что мы общими усилиями должны решить И по крайней мере вписать в решение этой нашей конференции О том, чтобы все-таки создать и продолжить даже работу Чтобы лучше наработки оттуда использовать Система комплексного контроля и мониторинга на этих территориях Подобную вот предыдущей системе, которая у нас работала на этой территории На сегодня пока еще этот вопрос не до конца решен в проектной документации Мы это точно знаем И поэтому будем настаивать и перед заказчиком И будем отправлять решение нашей конференции в законодательное собрание Значит, в правительство Ну и непосредственно заказчику То есть это тоже такая важная история И вот еще, вот всех удивляет, может быть, что мы проводим в рамках этого мероприятия 18-ю научно-практическую конференцию по биодиагностике Даже наш заказчик говорит, а зачем нам вроде такую конференцию Что такое вообще биодиагностика? Ну это, биодиагностика это изучение в системе, в динамике, можно сказать Всех природных сред и объектов Вот, и нам, конечно, очень важно, значит, как раз посмотреть опыт других регионов Научных работ исследователей О том, какой наработан этот опыт По методам исследования По методам контроля Природных сред, воды, атмосферного воздуха Почвы, там, донных отложений, растительности и так далее И вот как раз по экосистемам всем И как раз вот здесь обмен опытом в этом направлении для нас тоже очень важен Кстати, в наш город именно на эту конференцию Посмотрите, 18-й год мы проводим подряд Едет очень большое представительство ученых А это значит, что хотят видеть наш опыт и привозят свой, чтобы обменяться Ну и, конечно, что очень важно, мы привлекаем к этой работе молодежь И не случайно у нас и участники конференции, много докладчиков среди молодых исследователей И мы проводим научный конкурс в этом плане Чтобы привлечь студентов, аспирантов, магистрантов к решению проблем в этом направлении Причем надо сказать, что конкурс тоже всероссийский Да, конкурс и тоже второй уже раз мы проводим Второй раз будет проходить И я так понимаю, что Надежда Викторовна как раз больше про конкурс знает и может нам рассказать Значит, вот я просто название сейчас озвучу Да, разработка методов и технологий обращения с отходами производства и потребления Я вообще должна сказать, что вот последние годы, пока вот мы наблюдаем за этой темой Да, и в нашей студии часто появляются ребята, которые так или иначе с экологическими какими-то проектами связаны Очень много молодежи То есть ощущение такое, что не только там родители условно, да, детей обеспокоены вопросами экологии Но даже те ребята, которые еще только-только вот выходят во вновь Наверное, даже больше ребята, чем родители сейчас Волонтерское экологическое движение в этом направлении тоже очень интересное А вы знаете, вот такой большой интерес молодежи к этой теме обусловлен школой, обучением в школе Потому что школьные программы, школьные учителя уделяют этим вопросам в настоящее время очень большое внимание Вот мы этот конкурс проводим второй раз Дело хлопотное, очень сложное В прошлом году, конечно, мы много поработали в этом плане Но в этом году все-таки по настоянию Тамары Яковлевны решили второй раз этот конкурс провести Интерес к конкурсу большой Вот уже за это время получено более 30 заявок На участие в этом конкурсе И их прием продолжается? Прием продолжается, еще до 7 ноября мы будем принимать эти заявки Вот со всеми участниками конкурса мы связываемся В обязательном порядке обратная связь до их выступления на этом конкурсе То есть помогаем им сделать проект более выигрышным, более интересным Вот, конечно, работа с молодежью, она всегда очень интересная Мы предоставляем им площадку, по сути дела, для того, чтобы они могли свои идеи представить Вынести их на всеобщее обозрение Ну и самое главное, вот на мой взгляд, и, кстати, на взгляд конкурсантов то же самое Они получают конструктивную критику То есть в жюри собираются специалисты в области работы, управления отходами Вот, и критикуемые работы, но очень конструктивно То есть ребята должны с конкурса уйти воодушевленными, окрыленными Они должны знать, в каком направлении двигаться Поэтому вот такая форма им нравится А что вы чаще всего предлагают? Это какие-то заоблачные, мечтательные идеи или что-то очень простое? Вы знаете, что очень интересные у нас... Да, очень интересные у нас проекты Они касаются сельского хозяйства, отходов сельского хозяйства Нашу область, сельскохозяйственного направления Поэтому вот эта работа имеет очень большое значение Дальше переработка отходов промышленности Это и вторичное использование пластика, полимеров различных Дальше утилизация гальванических отходов и так далее И третье направление, это такое социальное, я называю это направление Это работа учителей, преподавателей, со школьниками, с населением и так далее То есть в этом направлении тоже проекты Тоже проекты очень интересные предлагаются И эту работу возглавляют кафедры фундаментальной химии и методики обучения химии нашего университета ВИАТГУ Даровских Лариса Вячеславовна, Береснева Елена Владимировна, Зайцев Михаил Александрович Ну и конечно Тамара Яковлевна Шихмина Так что вот в этом плане конечно очень интересная работа идет В этом году заявки у нас уже поступили из Кирова, из Москвы, из Сыктывкара, Томска, Саратова, Архангельск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Белгород Вот из Томска мне очень работа понравилась, из Томского государственного университета Они занимаются проблемой восстановления техногенно-засоленных почв Очень интересная проблема, но она мне особенно интересна, потому что мы тоже этой проблемой занимаемся в нашем университете Вот исследования проводим, и мы уже запатентовали даже препарат, который может очень хорошо сработать на засоленных почвах И интерес к этой теме высокий А можем мы вот пояснить, что такое вообще засоленная почва, да, из-за чего это образуется, где у нас в нашем регионе эта проблема есть? Эта проблема касается и Черноземья, и районов с развитым земледелием, то есть теплых краев, где в почве, ну по тем или иным причинам механизмы разные, накапливаются соли При высокой концентрации соли растения развиваться не могут Вот интересно-то, почему они там накапливаются? Источник, да, доставки солей Источником является само земледелие Понимаете, во-первых, мы удобрения вносим, но это не самое главное удобрение А то, что климат тёплый, соль, за счёт полива, соли подтягиваются из нижних горизонтов А, то есть они на поверхности выходят Они выходят на поверхность, да Тут я говорю, что причины засоления очень разные, разнообразные Вот так просто об этом не рассказать, это большая проблема Ну вот, представляете, вот благодатные тёплые края, великолепные почвы, и их вынуждены выводить И хороший климат, и всё растёт Конечно, вынуждены выводить из оборота Вот, эта проблема вот такая, ну для нас новая Томск давно этим занимается, вот я думаю, что мы в обязательном порядке будем с ними сотрудничать То есть будем обмениваться мыслями И вот тут, правда, интересно, мы говорим о южных районах, а занимаются эти проблемы северные Томск и Кировской области А вот у нас есть ресурсы, чтобы вот такие агропрепараты создать, которые помогали бы вот работать с этими почвами Вот такие мы создали, запатентовали, вот будем сейчас испытывать эти препараты Вот ещё один очень хороший пример, который, мне кажется, имеет смысл тоже озвучить и привести Потому что, ещё раз, у нас аудитория не специализированная, а широкая Но мы начали это с вами обсуждать до эфира Раз уж мы заговорили о сельском хозяйстве Аня и Оля, мы вот с вами часто бывали на разных предприятиях В других предприятиях и рассказывали про наши фермы и вообще молоко наше всё И вы помните, мы как-то были с вами на прекрасном современном заводе И по переработке молока И спрашивали, куда сыворотка девается И нам говорили, а сыворотку выливают И мы ещё говорим, ну как же так в хозяйстве сыворотку выливают И оказывается, это действительно очень большая проблема, да, коллега? Ну, в принципе, проблема, особенно для малых предприятий Малые предприятия активно занимаются переработкой молока Но у них нет средств, нет ресурсов на то, чтобы завести у себя оборудование С помощью которого можно было бы извлекать сухие компоненты из сыворотки Поэтому сыворотка сливается При хранении она очень нестабильна И использовать её для выкармливания или откармливания животных тоже невыгодно Можно отравить их животных И списать попросту, да? Да, 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 да А что случается, если мы выливаем её в почву? Ну, если в почву не выливают В основном выливают в канализационную систему И вот эта сыворотка попадает на очистные сооружения Вот, и в результате гибнет активный ил Потому что там высокая концентрация органических веществ В принципе, вот вы знаете, по оценкам В молочной сыворотке содержание сухого вещества в несколько раз В 5-10 раз выше, чем в сточных водах Так, подождите, то есть скисшее молоко нельзя выливать в раковину? Ну, куда вам его девать? Вы выльете там, допустим, 200 мл молока А представь, в промышленных масштабах Мы сейчас говорим промышленных Да, там десятки тонн перерабатываются в день Это уже серьёзная проблема И в то же время в этой сыворотке Или в сточных водах Таких предприятий, которые занимаются переработкой молока Содержится очень много ценных веществ В том числе белок, лактозы и так далее Вот это бы всё выделить оттуда Да, использовать с прибылью А если вернёмся на шаг назад Чтобы просто полностью картинку себе представить Гибель этого активного ила К чему приводит? К тому, что перестают работать нормальные очистные сооружения Вот и моя проблема Да, загрязнённая вода Которую решают Ну вот, казалось бы, сыворотка Но действительно вот такая вот небольшая Кажется, сыворотка что-то может обществить Это же органическая совершенно История, не химия никакая В нашем понимании Не вредное что-то Обычные природные продукты Такая проблема возникает? Возникает проблема Да, и это ведь не только молочных предприятий касается Всё пищевое производство Мясоперерабатывающие заводы Там же тоже много органики идёт в сточные воды Эту органику можно уловить И опять же использовать в качестве органоминерального удобрения Вот такие технологии мы сейчас и предлагаем И патентуете их, да? И патентуем, да Есть у нас как раз вот два даже патента По производству удобрений органоминеральных С биологически активными веществами На основе молочной сыворотки Но мы перерабатывали молочную сыворотку Точнее вот работали с молочной сывороткой Не солёной Она называется творожная молочная сыворотка А сейчас взялись за солёную молочную сыворотку Вообще практически она не перерабатывается У нас вот интересные есть в этом плане наработки Может быть и эту проблему решим Ну вот это очень серьёзная история Мы развиваем какое-то производство А вроде на благо народного хозяйства трудимся Но надо понимать, что всегда есть отходы У любого производства И эти отходы, если они не перерабатываются А такого тренда долго у нас не было Это сейчас он очень активный Чему и посвящена конференция То тут же учёные должны включаться И разрабатывать методы по возврату Народного хозяйства полезных элементов И по обезвреживанию этих отходов Тем же самым, собственно говоря, занимаются очень многие учёные Вот мы буквально в информцентре по атомной энергии Вчера записывали интервью С выпускником нашей школы Лицей естественных наук Кстати говоря, откуда берутся тоже кадры Да, мы говорим, что преемственность у нас в регионе очень сильная Вот Менделеевский класс открыли в Мирном А Лён у нас работает прекрасно Мы записали интервью с Ильёй Серёжкиным Он работает в лаборатории в МГУ Занимается технологией микробной утилизации нефтяных разливов В арктическом регионе Семь лет уже занимается Мы знаем, что арктический шельф будут осваивать И уже осваивают Никто не может гарантировать, что мы избежим аварий нефтяных Так вот, они уже семь лет разрабатывают технологии Низкотемпературную При низких температурах При отрицательной биологической ликвидации вот этих аварий То есть, чтобы бактерии работали при низких температурах Нигде в мире её нет И он уже сказал, что ещё два года будут вот это дело разрабатывать Бактерии могут выжить Но что бы как в Мексиканском заливе не случилось Когда они потом стали жрать всё живое вокруг И к тому, что это не просто тренд Это сейчас мощнейшее направление Научные мысли по переработке всего, чего мы с вами в общем потребляем Я правильно понимаю, что получается мы сейчас на каком-то старте находимся И от запуска самой мысли до того, как она начнёт работать на нас И приносить какую-то прям реальную пользу практическую Ещё уходят вот годы Я бы хотела уточнить вашу фразу На старте чего? На старте новой отрасли отходы Вот так вот Новые отрасли экономики отходы Это очень важное направление Причём оно нуждается сегодня не только в технологических решениях Но в очень сильном обеспечении кадрами Потому что эта отрасль, она новая действительно И специалистов в этом направлении пока ещё крайне мало подготовлено А может быть даже и в большинстве случаев отсутствует Многие случайно порой на этих предприятиях работают Не готовящиеся для этой отрасли Поэтому вот, кстати, на базе Московского государственного Российского государственного технического университета имени Менделеева Создано консорциум Он объединяет несколько вузов В том числе наш вуз Ижевский вуз Саратовский вуз Курганский вуз Иркутский вуз Красноярский вуз И вот все мы, вот эти вузы Будем решать проблему подготовки Совместными усилиями подготовки кадров Кстати, они уже подготовили Такой очень интересный материал по подготовке кадров Направили к нам И мы наряду с проведением вот этой конференции Готовим ещё тематический выпуск Журнала нашего Теоретической прикладной экологии Он посвящен будет также проблемам экологии Отходов И подготовке кадров И всех технических и технологических решений То есть параллельно с этим готовим Такое очень серьёзное дело Табара Ашихмедра, Надежда Сырчина, Светлана Занькова В нашей студии Мы сейчас делаем перерыв на рекламу После, через полторы минуты вернёмся Программа «Дневной разворот» продолжается Мы сегодня говорим о конференции Посвящённой отходам, переработке Рециклингу Zero Waste Ещё очень таким важным Хотя и не всем понятным термином У нас сегодня в гостях Тамара Ашихмина, Надежда Сырчина, Светлана Занько Экологи и Цаи Конференции пройдёт через месяц Будут, правда, действительно говорить о важных вещах Я новой отрасли экономики Мы на это вышли на перерыве И я, кстати, не успела сказать реплику свою А мне-то кажется, что вот сейчас как раз родители детей, школьников, подростков Кому там от 13 лет, может быть, кто сейчас задумывается А куда бы ребёнка? Вот эта тема, я так понимаю, очень перспективная И это будет не последний вагон уходящего поезда А один из головных Раз начинать готовить специалистов, которых не хватает, как Вы сказали Да, очень будут востребованы эти специалисты И, кстати, подготовка таких специалистов Она требует, конечно, тоже модернизации, можно сказать, и учебных программ и так далее Потому что здесь нужно, чтобы специалист выходец по этой специальности Он владел, во-первых, современными технологиями Во-вторых, умел всегда просчитать баланс на входе-выходе Дальше умел провести, организовать, допустим, тот же контроль и мониторинг на предприятии Безусловно, соблюдал технику безопасности Потому что данное предприятие с отходами первого-второго класса опасности То есть с различными такими очень опасными веществами работа И неизвестно, что там может получиться ещё и на выходе в дальнейшем Ну и что очень важно Надо, чтобы полученный продукт И, кстати, это цель всей вот этой программы отходов Вот из вторичного отхода получить ценный продукт И этот ценный продукт использовать дальше Поэтому молодой специалист должен и в научном плане развиваться То есть искать пути, методы и технологии Как можно внедрить то или иное вещество или соединение, или продукт Для ценных наших целей А вот по поводу участников молодых, как раз мы уже говорили А вот эти люди, они замотивированы необходимостью иметь галочку Какую-то по научной работе Или они действительно горят и интересуются тематикой Ой, вы знаете Сейчас про студентов, магистрантов, аспирантов Да, вот я руководитель магистранских и аспиранских программ Между прочим, когда предлагаешь другие тематики, как-то немножко уходят от них А когда даёшь конкретные прикладные вот такие работы, в том числе связанные с отходами и с оценкой состояния окружающей среды в районе вот таких предприятий То лучше берут вот эти темы Потому что, ну и берут темы очень хорошо с использованием природного сырья Изучением природного сырья, использованием её там в целях Особенно у нас интересные работы идут по Верхнекамскому руднику, по фосфоритам, по глоуконитам, по нашим торфам, которые область богата А то есть это заблуждение, что в Кировской области там не с чем поработать Только человеческие потенциальные Нет, как же Кстати, вот если говорить о торфах, но я думаю, Надежда Викторовна о фосфоритах скажет, мы два химика здесь Значит, а я вот о торфах хочу сказать, что в принципе наша область как раз располагает большими богатствами торфяными И причем наша торфа вызывает интерес не только у отечественных предпринимателей и заказчиков Я знаю, что сегодня идут уже заказы с Китая, со Средней Азии, с Африки и так далее на то, чтобы получить наш торф Он богат органическими компонентами, веществами, биологическими и так далее То есть изучать его надо, он у нас крайне мало изучен Его надо изучать У Светланы, по-моему, реплика такая Да, я как раз, мы сейчас об этом поговорим и о Верхнекамском, и о торфяных местонахождениях Но раз мы завязали это все с профориентацией, то надо напомнить, для чего был создан интернет-центр по атомной энергии Собственно говоря, заказчик тот же, что и этой конференции, федеральный экологический оператор Росатом Это популяризация все-таки научного знания, научного отношения к устройству этого мира И те мероприятия, лекции, ток-шоу, встречи, которые мы проводим совместно с коллегами из ВЯДГУ и с теми учеными и блогерами, которые работают в сфере научпопа В нашем регионе показывают, что интерес к научному знанию крайне высок Широких, простите за это выражение, масс Люди сголодались по естественным наукам, надо сказать Потому что, что касается с культурой, с историей, с краеведением в регионе, все хорошо Даже в смысле культурных пространств, да, какого-то количества блогеров, тех же популяризаторов А, естественно, научное знание, коллеги, было достаточно долгое время в загоне Я вот тоже все-таки выпускник из геофака нашего и всегда за это родила Так вот, по Торфу мы когда делали эфир в информцентре по атомной энергии Его в нашей группе ВКонтакте можно посмотреть Вместе с коллегами из нашей отрасли, да, энергетической Олег Прохоренко вел этот эфир, кстати, про Карин Торфу Мы разбирали на Атом и Карин Торф Мы рассказывали про сам поселок, рассказывали про музей железной дороги как новое дыхание И из Тверского университета профессор делал доклад по Торфу в современном мире Как к нему относятся действительно Так вот, интерес к этому эфиру и в онлайне, и потом в комментариях Был самым высоким за всю программу, а у нас было 6 часов эфира Ну, то есть, это были школьники и студенты и преподаватели И вот что касается школ, действительно, вы видите, что сейчас запрос и на эко-уроки И на уроки, которые посвящены рециклингу, переработке, химии, физике, географии Потому что все связано и биологии Очень у школ высок Причем не только у учителей профильных, но и у гуманитариев Вот не зря Тамара Яковлевна сказала, что потребуются люди Не только специалисты в химии, в биологии, например Но, безусловно, и гуманитарии потребуются Потому что разговор об этой проблеме Популяризация, разговор об этой проблеме Установление контактов Это очень важная часть работы Потому что вот у предприятий были проблемы Они остались там-то со своими истоками Но сейчас эта проблема у предприятий еще больше Потому что требования законодательства очень сильно ужесточаются И создается новая отрасль А проблема-то в итоге, ребят, у нас Не у предприятий, а у нас У предприятия там где-то хранит свои отходы А захсоряются наши почвы, наши реки, наша атмосфера Это мы живем вот в этом И это вот, когда осознает каждый человек Мы к этому идем И тут роль гуманитариев очень велика Об этом говорить Вот тогда, то есть Вот не только Тамара Яковлевна должна со своими коллегами Отвечать за мониторинг Вовсе нет Это очень приятно зашить Да, мониторить, Тамара Яковлевна, нужно не только на государственном уровне А там, безусловно И тут посыл, конечно, большой туда И государство не зря запустило эту программу экологии Но мониторить нужно на уровне даже домохозяйств Вот сказали про сыворотку А ты один только пример Посмотреть, сколько отходов мы выбрасываем Каких отходов мы выбрасываем Куда эти пресловутые батарейки идут Куда пакетики с чаем идут и так далее Потому что вот эта концепция All Zero Waste, о которой ты упомянула Давай ее расшифрую Ноль отходов Ноль отходов, да, к которому весь мир все-таки движется И даже ВятГУ заявила о том, что приоритетной программой Вот совсем недавно По разным направлениям в университете Является как раз концепция Zero Waste для Кировской области Это прям громкое заявление, но оно вселяет надежду Я прошу прощения, у нас две минуты остается до конца эфира И мы еще не сказали об одном мероприятии важном Который тоже будет частью конференции Это интеллектуальная игра для студентов Brain Ring След очень коротко Ну, поскольку оно не очень может быть важным Для людей, которые нас слушают Я просто скажу, что безусловно Вот эта большая часть, которая посвящена молодым специалистам Их разработка будет поддержана информцентром Мы проведем интеллектуальную игру Brain Ring Это наша специализация Дело в том, что сама конференция, если ничего не изменилось Будет проходить на площадке информцентра по атомной энергии Что находится на первом этаже инженериума Здесь в центре города На Преображенской На Преображенской, да И все мероприятия там будут А вот к чему следует вернуться, мне кажется Это все-таки еще раз упомянуть Что конференция, напоминаю, утилизация отходов производства и потребления Инновационные подходы и технологии Она уже имеет свое отображение в интернете Есть сайт этой конференции На него открыт свободный доступ Расписание, участники конференции И доклады, а там цифры, факты, комментарии Все будет И вот это первоисточник Вот к нему стоит обращаться Спасибо большое нашим гостям Не успели пропосфорить Надо будет вернуться отдельно к этой теме Пропосфорить отдельно, сделаем эфир Наши гости Тамара Ашихмина, председатель комиссии по экологии Общественной палаты Кировской области Заведующая лабораторией биомониторинга Института биологии КОМИ Научного центра Уральского отделения РАН Накатили звонит Надежда Сурчина Старший научный сотрудник Лаборатории биомониторинга И там дальше Та же самая длинная-длинная Вот эта цепочка слов И Светлана Занько Информцентр по атомной энергии Были у нас Да, и все бумаги На которых написаны эти сложные регалии Мы сложим в стопочку И сдадим в макулатуру Правильно? Конечно Спасибо большое нашим гостям Дневной разговор на этом заканчивается До свидания Субтитры делал DimaTorzok